Добрый день! В эфире Соль Событий. Я Дмитрий Солонников. А это значит, что мы будем вновь раскрывать секретные рецепты политической кухни. Поехали! На прошедшей неделе на границах России запахло жареным. Причем сразу, на востоке и на западе одновременно. О возможности военной блокады Курильских островов заявили в Японии. И тут же возобновились боевые действия у границ с Украиной. И если страна восходящего солнца говорит скорее о гипотетической возможности, то незавяженный прямо сейчас пытается втянуть Россию в реальную войну. И первые и вторые прекрасно понимают, что в одиночку воевать против нас сил не хватит. Обе страны явно рассчитывают на помощь из-за океана. Для кого-то из-за Атлантического, для кого-то из-за Тихого. Но источник надежд на внешнюю силу один и тот же. Это новая администрация в Вашингтоне. Из-за океана, видимо, и дирижируют. Здесь будет Дальневосточный фронт, здесь Украинский фронт. Не хватало еще Кавказского. Кстати, думаю, что недавний скандал в Грузии с отставкой премьера и попыткой спровоцировать массовые беспорядки был вызван именно желанием активизировать и там антироссийские процессы с подготовкой к возможному переходу в горячую стадию противостояния. То есть подача закусок предполагала, кроме суши и сала, еще и сациви. Или по-другому. Хсакэ и горилки хотели еще чачу подлить. Нехороший коктейль. Голова болеть будет. Я говорил ему, а он коктейль, коктейль хиппи лохматый. Кстати, из трех хипповских постулатов, с закона в соцсетях существует только рок-н-ролл. Остальное вне закона и должно быть удалено. Но на иностранных ресурсах считают по-другому. Оставляя запрещенный контент и блокируя тот, который не по нраву хозяевам интернета. В России от уговоров перешли к активным действиям против политики бесконтрольного самоуправства в социальных сетях. В Госдуме началось рассмотрение законопроекта о возможной блокировке ресурсов, допускающих дискриминацию российских СМИ. Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Твиттера в России из-за того, что соцсеть не удаляла запрещенный контент. И тут же была указана возможность полной блокировки в случае продолжения игнора. А Минцифра предложила ввести налог на соцсети за рекламу блогеров. То есть, с одной стороны, это попытка добиться исполнения российского законодательства транснациональными IT-компаниями на территории России. С другой стороны, это действия, направленные на защиту свободы слова российских медиа от частных зарубежных цензоров. Естественно, и первый, и второй воспринимаются в штыки теми, кто сегодня управляет массовым сознанием, модерируя в своих целях контент в социальных сетях. Но прав был Глев Жеглов. Вор, он должен сидеть в тюрьме. И про песни. Они бывают не только застольные. И не всем нравятся. Еще раньше спортивный арбитражный суд запретил исполнять российский гимн на церемониях награждения. Теперь же ему не понравилась песня «Катюша», которую предлагали в виде альтернативы. Конечно, если международные агентства будут продолжать войну против России и ее союзников, то делать будут это до конца. До гробовой тишины на стадионах. Кстати, тут же пришло решение Евровидения о недопущении до конкурса песни от Белоруссии, как бы с политическим контекстом, что нельзя. То есть бородатым женщинам без подтекста можно. Украине об ущемлении прав крымских татар тоже без подтекста можно. А Белоруссии нельзя, как и России. Ох, дождетесь. А теперь точно исполни. Интересный тренд замечен в последнее время в части транзита в обратную сторону. Из Белоруссии к нам. Как говорят зоологи, с севера Витебской области в наш регион все чаще начали проникать болотные черепахи. Изменение климата способствует миграции на север. Но не только. В Белоруссии осушают болото под картоплю. И черепахи вынуждены перебираться в сопредельные части России. Сначала в Псковскую область, а потом и дальше. Но у белорусов есть в запасе реальный ход. Научить черепах есть картоплю. А самим научиться есть черепах. И равновесие будет восстановлено. Или черепах будем уже готовить мы. Черепаховый суп никто не заказывал. Был беспечным и наивным. Черепахи юный взгляд. Вести с электоральных полей. Гражданский активист Костров бесстрашно нарушает закон, распространяя незарегистрированную газету огромного тиража без выходных данных. Более того, собирает деньги на это издание через соцсети. И еще жалуется, что, цитата, нужно собрать еще 32 тысячи рублей. Ну, стыдно ей богу. Жаль, что закон о запрете спама в почтовых ящиках еще не вступил в силу. Честно говоря, достали уже этой макулатурой. Такой была эта неделя на «Политической кухне». Скоро увидимся. И вновь найдем соль событий. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!